Бой с тенью младшие воспитанники школы бокса Алмаз, Арина и Леонтина ведут строго по расписанию каждый будний день. Поблажек девочкам в боксе не делают. Строгая дисциплина – первое правило, которое усваивает начинающий боксер. Мне нравятся удары. Я люблю постоять за себя. Я отжиматься люблю. Побоксировать, спал. Решила тоже побывать. Потом некоторые начали уходить с него, но у меня все получалось, и поэтому я осталась. В своих мечтах девочки уже представляют, как в будущем станут мастерами спорта, тем более, что у них перед глазами есть отличный пример. Мастер-классы в школе бокса часто устраивает чемпионка России и член сборной России по боксу Мария Сартакова. Сейчас Мария Сартакова просто нахрапом идет на свою соперницу. В боксе важно не только умение мужественно вести бой, придерживаясь стратегии, но и правильно выбрать стойку. Поэтому на первом этапе тренеры дают упражнения, благодаря которым развивается мускулатура ног. Шаг влево, шаг вправо и назад. Пробиваем двоечку. Мария признается, в детстве ей больше нравились мальчишеские игры, поэтому вопроса о том, в какую спортивную секцию отдать ребенка, у ее родителей даже не стоял. Выбор был очевиден только бокс. Бьем на уровне пояса. Вот печень у нас, вот селезенка, вот солнцесплетение. Никто не бьет в голову. Бьете только вот на уровне. То есть здесь удар заканчивается. Закаляет характер этот вид спорта. Он дисциплинирует. Он помогает реализоваться в той степени, что ты больше самоуверен, себе уверен, достигаешь каких-то целей за счет спорта. Ну, естественно, как в спорте ты закаляешь характер, так и в жизни ты закаляешь. Дорога Марии к педесталу была долгой и трудной. А вот Илья Чембулатов пока только в начале этого тернистого пути. Недавно мальчик одержал первую победу на городском турнире. Тренерский штаб возлагает на него большие надежды. Но сам он прекрасно понимает, ему еще многому предстоит научиться. Прежде чем попасть в большой бокс, Илья, как и все остальные воспитанники, прошел серьезный медицинский отбор. И сдал необходимые нормативы. Пресс, отжимания, бег и подтягивания на турнике. В основном они более-менее координированы и внимательны. Это с 10-11 в зависимости от воспитания, образования, интеллекта. По словам опытных тренеров, бокс – спорт сильных людей. Он закаляет человека, воспитывает чувства собственного достоинства, лидерские качества, а также развивает логическое мышление. Ведь каждый боксерский поединок – это не просто схватка на ринге, это битва двух стратегий.